Всем привет! Сегодня мы будем рассматривать такую штуку как крауч приседания, но если вы делали от третьего лица, она очень глобально отличается от первого, потому что от первого лица ее нет анимации и так далее. И от третьего, когда вы приседаете, вы не видите резких скачков. В данном случае от первого вы прям заметите. Давайте быстренько реализуем персонажи приседания. Так, ну стандартные клавиши это у нас по-разному, конечно, выдаются. Но я зачастую играю, когда в игры, на левый control приседания, либо на C. Если поставить на левый control, будет, мне кажется, самое то. Ну, если вы хотите организовать приседания, чтобы вы один раз нажали и сидели, можно сделать так. Flip-flop. То есть вы один раз нажали, если вы второй раз нажали, он встанет. Первый раз сядет. Либо напрямую, да, когда вы жмете и когда отжимаете. Здесь уже ваш выбор, я как бы подсказал. То есть здесь разовое. Так, для того, чтобы crouch у нас корректно проверялся, давайте его поставим. Создадим переменную. Так, нажимаем и scrouch. Вопросительный знак. Compile сделаем сразу. И вытаскиваем сюда и сюда. Именно set. Во-первых, первые мы запишем. То есть мы приседаем. Для корректности и, так скажем, красоты, давайте сделаем timeline. В котором будет как раз таки приседать более плавненько. Так, назовем это crouch timeline. Переключим start. Ну, хотя, в принципе, и на play можно. Это не важно. А с этой мы переведем в reserve. Reserve. Reverse, точнее, извиняюсь. Далее, что нам необходимо. Как раз таки от первого лица нам нужно уменьшать капсулу. В данном случае капсула высота 96, радиус 28. Радиус мы не будем менять. И для этого просто будем уменьшать высоту капсулы. Вытаскиваем капсулу компонент. Далее делаем мы set. Как раз таки задаем необходимое значение. Так, из half height мы вытаскиваем lerp. И в нее будем как раз таки из timeline подавать значение. Давайте в timeline создадим low track. Нажимаем shift и делаем два клика. И далее настраиваем точки. Первая 0,0. Вторая точка. Давайте сделаем 0,3 примерно на 1. Значение единицы. То есть до единицы. Зачем-то я спустил. Выделяем shift обе точки. И создаем авто, чтобы она немножко скривая была такая. Общее значение длины трека мы сделаем 0,3. Чтобы ограничить до данной точки. Так, название rename. Вот так и подадим, допустим. Высота. Закрываем. И высоту мы подаем на альфа. То есть это у нас от 0 до 1 альфа. И здесь мы пишем наше оригинальное значение. Это у нас 96. Вниз, когда мы приседаем, пусть будет в районе 50. Сделаем update. То есть точнее подключаем. Если мы вот сейчас запустим. Смотрите. Вот у нас какая-то есть преграда, к которой мы должны присесть. Видите, да? То есть, ну, как бы, во-первых, мы присели, у нас камера особо-то и не опустилась. Нам нужно опустить камеру. И если мы будем все это подавать, при том, как будет персонаж вставать, можно заметить иногда резкие скоки. В данном случае, ну, сейчас более-менее еще. Но зачастую это резко скакивает. Давайте проверим branch. Проверим, присел ли наш персонаж или нет. Если он присел, нам необходимо опустить нашу камеру. Потому что камера практически не двигается. Она вот как стояла на одном месте, капсула уменьшается, камера буквально немножко опускается. почти на полу камеры. Но нам надо чуть побольше. Потому что мы будем в эти преграды ударяться и видеть насквозь их. Далее мы set relative location подаем на true. И, по сути, все то же самое мы подаем на false. Ну, на false мы чуть позже настроим. Вот камеру сюда куда-нибудь поставим, чтобы она особо не мешалась. Теперь нам нужно подать локацию, куда нам опускать. Для этого мы вытаскиваем отсюда ноду vinterpolировать vinterpol to и для того, чтобы мы определили, откуда нам подать локацию, куда нам подать локацию, давайте сделаем так. Берем оригинальное значение камеры. Это у нас get relative location. Мы подаем kern, то есть начальное значение, текущее значение. и на то значение, куда нам необходимо, мы прибавим или вычтем, в данном случае просто прибавим вектор плюс вектор. Но мы прибавлять будем не плюсовое значение, а минусовое значение. Минус 0,3. Я думаю, это будет достаточно. мы получается опустим буквально на полторы камеры примерно. Давайте это мы скопируем и вставим сюда. И у нас на z как раз таки мы по z уменьшаем или увеличиваем значение положения камеры. здесь мы за минус 0,3 ставим 0,3. вот теперь в данном случае прибавляем. Если сейчас проверим. так, у нас все равно камеру режет. Давайте поставим тогда чуть-чуть побольше 0,4. Что здесь? Что здесь? Минус 0,4. Еще раз проверяем. вот все отлично. Сверху камера ну да, если мы конечно верхний поднимем камеру. Но в данном случае мы уже будем корректировать высоты которые у нас происходят. Ну здесь можно также поиграть 0,5 и так далее. там уже вы будете смотреть но здесь тоже немножко режет все равно но уже получше. Но если мы приседаем но двигаемся мы быстро нам надо уменьшать скорость давайте с этого момента мы возьмем наш character movement и как обычно вытаскиваем из него set volk set max volk speed делаем копирование подключаем сюда и сюда когда мы садимся мы уменьшаем скорость ну давайте так стандартное значение у нас 600 сюда мы прописываем стандартное значение сюда давайте выставим три раза меньше напишем 200 но давайте 180 пусть будет ну в принципе нормально если мы приседаем у нас скорость небольшая но если у нас есть ускорение на shift видите я присев ускоряюсь ну допустим я здесь сильную скорость поставил для того чтобы перебегать пока по локации в данном случае мы должны на допустим где ускорение здесь сделать проверку вот у меня на левый shift стоит ускорение на определенные скоростей сделаем branch на проверку на включение и так далее если crouch если false мы соответственно будем делать если true ничего не будем делать присели ускоряемся а ну кстати да и здесь у нас то же самое давайте попробуем так так да лучше сделать тогда два бранча потому что отсюда и отсюда он не дает нам ну и все то есть из-за того что я отпускаю он мне поставил скорость 600 и я все равно убежал вот сейчас у нас все нормально я ускоряюсь он двигается так же а на этом все если у вас есть какие-то вопросы пишите в комментариях в общем на этом все пока пока Продолжение следует...